Музыка Ее не случайно называют болезнью 21 века, ведь группа этих заболеваний самая распространенная на земле. Об аллергии мы поговорим сегодня с моей гостью, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук, аллергологом, иммунологом Татьяной Чепленко. В эфире свой диалог и я, Елена Красновская. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Добрый день. Аллергия имеет свои региональные особенности. Вот как ситуация сложилась в нашей Амурской области? Есть ли какая-то статистика? Статистика, безусловно, есть. Те общемировые тенденции роста распространенности аллергических заболеваний, они, собственно, и распространяются в наш регион. По результатам исследований, которые были проведены в 2009 году, распространенность аллергического ринита в нашем регионе составляет 12%, порядка 12%, фронхиальной астмы – 7%. Это средняя цифра по стране. Понятно. Какие самые распространенные аллергены вот у нас в Преамурье? Ну, опять же, ссылаясь на это же эпидемиологическое исследование, которое показало, что на первом месте в распространенности стоят бытовые аллергены. Все-таки бытовые. Бытовые, да. Это те самые аллергены, которые находятся внутри помещения. Это домашняя пыль, библиотечный латекс и так далее. На втором месте, это связано, наверное, с особенностями нашего климата, в частности, влажность высокая. Это грибковая аллергена, плесень, другими словами. И на третьем месте, это пыльцевая аллергия. И здесь лидером являются сорные травы, то есть полынь, эмброзия, которая, к сожалению, в нашем регионе тоже сейчас появилась. То есть, по стране на есть. Как и когда можно проверить наличие у человека аллергии и выяснить вообще, на что она у него? Как это можно сделать? Ну, это зависит, конечно, от клинической ситуации. Методик на сегодняшний день много. Какие-то проводятся в период обострения, какие-то нет. Но первично все-таки необходимо обратиться к специалисту, который уже составит план обследования. Татьяна Николаевна, в принципе, понятно, что рост от этих аллергических именно заболеваний связан с общим таким неблагоприятным фоном окружающей среды. Но фон для всех одинаков. Однако у одних людей аллергия есть, у других нет. Почему так происходит? Я позволю себе говорить несколько такими сложными терминами. В частности, аллергические заболевания – это заболевания с аддитивно-полигенным типом наследования. А теперь по-русски. Что это такое? Когда есть генетическая предрасположенность, но реализуется, да, она или нет, зависит от очень многих факторов внешней среды. То есть где человек живет, что кушает. И на сегодняшний день открыто более 200 генов, которые ответственны за развитие аллергических заболеваний. И уже сочетание этих генов, оно уже диктует, где живет человек. А правда ли, что за последние годы число детей, которые подвержены различным аллергиям, постоянно растет? Или, может быть, мы просто стали больше уделять этому внимания? На самом деле не так? Вы знаете, увы, увы, увы. К сожалению, тенденция такая есть. И это связано с тем, что в связи с нашей экологической, так скажем, обстановкой, особенностями, опять же, питания и качеством питания, Вот эти все факторы, они действуют в первую очередь на организм детский внутриутробно и на организм детский в первые годы жизни, когда идет незрелость иммунного ответа, идет незрелость барьерных тканей, это кожа и слизистые оболочки. Поэтому получаем такую результат. Понятно. А почему вот такая интересная ситуация? Взрослые люди, например, 50-летние, они страдают аллергическими заболеваниями гораздо реже, чем молодежь. Что это, поколение такое? А вы знаете, пройдет еще 40 лет, и те люди, которые подрастут, да, это нынешнее поколение. Тоже будут так говорить? Нет, будет распространенность там выше. Просто то поколение, которым сейчас 40-50 лет, у них детство протекало в других нескольких условиях, с другой аллергенной нагрузкой. Хорошо. А все-таки вот аллергия – это заболевание врожденное или приобретенное? И что вы можете сказать про наследственность, аллергию? Ну, как я уже сказала, конечно, генетика играет роль, безусловно, да. Да. И, наверное, это определяющее при ряде аллергических заболеваний. То есть, ну, как бы их много достаточно. Приобрести можно ее или все-таки врожденное? Приобрести, а, то есть, насколько, что среда или гены играют, да, первично? Да, да, да. Я все-таки думаю, гены. Но, опять же, это по результатам исследований, да, да, да. А почему говорят тут еще, что аллергия – это психосоматическое заболевание? И вообще, может быть, аллергия появится на нервной почве от недосыпания, от стресса, от какого-то? Такие ситуации возможно или нет? Вы знаете, да, да, и еще раз, да, аллергические заболевания – это психосоматическая патология. И, наверное, у нас организм вообще целостная система. И на сегодняшний день существует такое понятие нейро-иммунно-эндокринная система. Наверное, это говорит о многом. И еще одна иллюстрация очень яркая того, что бюджетная нервная деятельность играет большую роль в развитии этих заболеваний, то, что у животных, например, нет бронхиальной астмы, у них нет нейродермита, да, у них есть аллергические реакции, но нет таких заболеваний. Потому что человек более усочное существует. Да, 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 да. И зачастую… Из-за этого страдает. Страдает, да. И дебют заболевания, особенно первые симптомы, обострение, они напрямую связаны вот с такими стрессовыми нагрузками. Татьяна Николаевна, а вот каково Ваше отношение к психологической методике быстрого излечения аллергии, которая разработана была в США и теперь применяется уже и в России? Можно ли раз и навсегда, вот за время одного сеанса, избавиться от аллергии без применения медикаментов? Вы знаете, ну, конечно, в это сложно верить. Сомнительно тогда? Очень сомнительно, да. Но, тем не менее, вот именно грамотный психотерапевт, поработав с больным, он может в содружестве, конечно, с аллергологом, да. Все-таки в содружестве. В содружестве, да. Да, я считаю, да. Ну, как аллерголог, естественно. А вообще, аллергии можно полностью излечить или, возможно, только вот длительной ремиссии добиться или, там, короткой ремиссии добиться? Вы знаете, ну, наверное, все-таки добиться ремиссии, но, однако, можно излечиться от тех острых состояний, которые зачастую имеют в своем клинических проявлениях те симптомы, напоминающие аллергии. Например, гельминтные инфекции, да, где проявление диагностируя, излечивая, там, лимблиозы и так далее. Ну, а в целом, сказать, если, то, наверное, ремиссии. А есть ли вообще какая-то защита аллергии? Вот расскажите о возможных мерах профилактики, например. Как от этого можно? Уберечься. Уберечься. Ну, очень интересные, надо сказать, данные есть, да, например, если риск развития есть аллергии на пыльцу растений у ребенка, бывает тогда, когда кто-то из членов семьи болен, мама или папа, да, или даже дедушки, бабушки, то рекомендуется, например, чтобы беременность от 22 до 26 недели не приходилось на период полинации. То есть это уже доказано. Даже сроки высчитываются специально, да, чтобы потом ребенок не принимать. Ну, а в целом гипоаллергенный будет мамой, рациональное питание, без перекоса в сторону каких-либо, да. И плюс здоровый образ жизни, наверное, это тоже очень важно. Да, немаловажно. Вообще аллергии очень плотно изучают и довольно много пишут об этом заболевании, да. И вот я хочу с вами обсудить некоторые моменты, такие самые распространенные высказывания. Вы скажите, действительно это так или не так. Вот пишут, что гигиена вредна для детского организма. И излишняя частота, наоборот, ослабляет иммунитет. Так ли это? Да, действительно. Существует так называемая гигиеническая гипотеза развития аллергических заболеваний, у которой есть свои сторонники и противники сейчас появляются, которая гласит о том, что та излишняя опека над ребенком и снижение риска контакта с инфекцией, это проводя вакцинацию, мы таким образом создавая практически стерильные условия, тем самым мы открываем дорогу для аллергических заболеваний. Не надо мамочкам переусердствовать. Следующее высказывание. Кошки, собаки защищают детей от аллергии. То есть, причем замечено, что в семьях, где таких животных даже более одного, да, там две-три собаки, а дети гораздо реже болеют аллергическими заболеваниями. Ну, это да, это в продолжении вот этой же гигиенической гипотезы. То есть, животное, имея на своей поверхности, там, кожи, шерсти, большое количество аллергенов знакомит ребенка. Да, ребенок уже привыкает к ним, ему не так страшно, когда он выходит, а в обычный мир, да, с ними сталкивается. Но есть обратная ситуация, когда уже есть аллергические заболевания. То есть, когда ребенок больной, вдруг захотел завести себе животное, тогда уже лучше не рисковать. Хорошо. Проведенное в деревне детство защитит обязательно от аллергии. Так ли это? Так ли это, да. Ну, еще надо добавить, чтобы беременная мама была тоже в таких же условиях, с натуральным питанием и хорошей экологией. Да. Бывают еще аллергические реакции на ядовитые вещества в одежде. И даже говорят, что аллергикам не нужно носить плотно облегающую одежду, причем темных цветов. Вы знаете, да, но это даже не одежда еще касается, но плюс еще обуви. И обуви. То есть, темные обуви, да, контактные крапивницы, дерматиты, тоже вот эти вот красящие пигменты, поэтому это действительно так. Ой-ой-ой, хорошо. Надо прислушаться к этому. Татьяна Николаевна, мы не случайно вот именно сегодня с вами собрались поговорить об аллергии, потому что врачи говорят, что именно октябрь и ноябрь – это наиболее удачное время для визита к аллергологу. Так ли это? Ну, вы знаете, да, это в первую очередь касается пациентов с полинозами, с аллергией на пульсу, да. И те, когда необходимо провести аллергообследование. То есть, когда это быстренье прошло, да, и уже холода еще наступили, вот в этот промежуток нужно. Вы так часто помогаете людям избавляться от всяких болезней, да, заболеваний. Я тоже вам сегодня хочу пожелать здоровья. Спасибо. Спасибо, доктор. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо. В эфире был свой диалог с врачом-аллергологом-иммунологом Татьяной Чапленко. Это и другие выпуски программы. Смотрите на портале sn24.ru. А я проезжаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин